Шалом и Пурим Самех. Субтитры создавал DimaTorah. Почему назвали эти дни по тот шребу, который Аман делал давным-давно? Всегда праздники мы называем после чуда, которое случилось, как Песох из-за того, что Всевышний перепринял домов Сукот, потому что мы сидели в шалашах. А этот Пур, который Аман делал, это было давно до чуда, которое случилось в Пурим. Говорит мне Исасово, что, как мы говорили, Йом-Кипур, он похож на Пурим. Что было в Йом-Кипур? Посередине Йом-Кипур мы берем две козы, которые похожи друг на друга. И, как написано, в Тору делают жребень. Один идет к Всевышний, второй идет на гора Азазель. Что это за жребень? Почему невозможно сразу определиться, что это будет для Всевышни? Всевышний специально так делает посередине Йом-Кипур, что даже когда у евреев нет заслуги, этот жребень, он разбуждает какую-то старую любовь к Всевышнему и еврейскому народу. Как говорят, он там богатсон, нет причины в желании. Самое чистое желание, когда человек говорит, мне так хочется. Без причины. У Всевышнего типа есть такое, что он выбрал еврейский народ еще перед тем, как он сотворил мир, как написано, и сотворил мир ради еврейский народ, не потому, что они были хорошие или плохие. Тогда тот жребень, который мы делаем на Йом-Кипур, он возбуждает вот эту старую любовь, которую Всевышний сотворил мир ради евреев, несмотря на то, что они еще не появились. И когда есть и Тарута Деле Тата, когда есть возбуждение, разбуждается вниз, есть и Тарута Деле Эла один напротив другого. Поэтому тоже типа мы как-то влияем на более высоких миров. И именно, как написано в Тарумуде, что этот поколение, который с ним случился, это чудо Пурим, Пурим случилось именно в тех 70 лет между первым и вторым храмом, когда они были в Вавилонский Галут. И этот поколение заслужили смерть, как написано. И Тарумуд рассуждает, почему они заслужили такое наказание. А именно из-за того, что Аман делает жребень, делает Пур, который это противоположенство, противоположенство, что Всевышний следит каждую минуту на каждой вещь, которая случится. И это же Амалек и Аман, как написано в Тарумуде, как Ашер Карха, на бадерах по Амалек, который он тебя встретил, и как Раши говорит, что Карха это слово микре, он говорит, что это все случайно. Как Аман сказал, это Ашер Каррау, он рассказывает, что все случилось, он говорит, что это все случайно. И поэтому Аман говорит, я не буду выбрать какой-то день, я буду делать жребень какой-либо день, и у меня будет какое-то счастье. Он верит, что все идет от Всевышнего. И именно то, что он делал жребень, это возбуждало тот старый любовь, который Всевышний любит еврейский народ, без причины. Он просто им выбрал, как жребень. Поэтому именно корень чудо-пури начинается с тот жребень, который Аман делает уничтожать еврейский народ, именно там начинается их избавление. Как говорит тоже Гавцодик, какой он излублен, что в Пурим надо воевать с тот Амалек, который говорит, это все случайно, как Аман сказал, все случайно. И поэтому называется Пурим. Пурим, мы думаем, что это жребень, это все случайно, так попало. Это да и нет, это все Всевышний. Каждый, каждый шаг. И этот любовь, мы показываем Всевышний в Пурим. Мегилат эстер, свиток эстер, это тоже гилуй, раскрытый эстер, это скрытый. В Мегиле мы не видим чудеса, это все случилось, типа. Но потом евреи видели, что под это все Всевышний спрятался. Он с ними игрался. Они поняли, что за каждый поступок, за каждую вещь, которая случится, Всевышний стоит за этим. И когда они эти поняли, они сильно начали любить Всевышний. И тут было взаимное отношение между Всевышним и еврейским народом. Они возбуждали у Всевышнего тот старый любовь, который он любит евреев без причины. Это тоже одно от причины, почему мы пьем в Пурим. Потому что когда человек пьяный, он не следит. Говорят, что был один слуга, который очень убил царай, и когда он был очень пьяный, никак не могли с ним разговаривать. Он лежал на полу. Пока кто-то ему сказал, царь тебе звал. Когда он услышал этого, даже в подсознании, он сразу встал и начал ходить. Когда мы напурием, пьем, мы показываем Всевышний, мы тебя любим, когда мы понимаем, когда мы не понимаем, когда нам хорошо, когда нам плохо, когда мы близкие к тебе, когда мы делокие, мы сейчас намаем все ограды. Без чуву, без приготовления. Конечно, надо готовиться на такой день. Но как мы и есть, мы так приходим к Пурим. Мы пьем, показать, что мы любим Всевышний, и Всевышний нам любит обратно, без условия. Тогда дай Бог, что действительно этот Пурим, мы почувствовали эту любовь Всевышней к нам, что мы очистились от этой нечистоты Хаман, Амалек, которые приходят обхлаждать, которые говорят, что это все случилось. И мы еще соединились к святостям Мордехай и Эстер, которые они в этой все мигиле видели, в руках Всевышней. Пурим, Самеах! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok